Здравствуйте, это программа «Конфигурация власти», программа о республиканской политике, о людях, которые ее олицетворяли и событиях с ними связанных. Меня зовут Дарья Кучеренко, в этой программе мы рассматриваем советские и постсоветские периоды. И вот сегодня подошли к очень интересному моменту, к периоду, когда в республике происходит смена власти, избирается Верховный Совет. Как все это происходило, мы будем разбираться вместе с политологом Дмитрием Михайличенко. Я вас приветствую, Дмитрий. Здравствуйте. А сегодняшнюю программу мы назвали «Республика под властью Верховного Совета. Часть первая», потому что планируем, что поговорим об этом аж в трех передачах. Давайте для начала поймем и разберемся. Начало 90-х. Какова политическая обстановка в республике в эти годы? Кто у власти? Кто наиболее авторитетен? Да, именно 90-й год, зима 90-го года. Очевидно, что Хабибуллин не справляется, и группа товарищей, так скажем, инициирует ее отставку. В их числе выделяется, ну или в данном контексте целесообразнее выделить, вот как раз Рифа Рахимовича Гореева, значит, он работал в горкоме Уфы, и они добиваются отставки, так скажем, ухода Хабибуллина. Выразили они ему недоверие фактически, сказали, что он плохо взаимодействует с ячейками партийными и теряет управляемость. Ну, в принципе, это все ожидаемо было, и это прошло. Москва это все утвердила. Всплывает новая фигура, фигура как раз еще не Гореева, потому что, по сути, забегая немножко вперед, можно сказать, что у Гореева хватило сил поучаствовать активно в смене власти, но возглавить власть ему так и не суждено было. То есть, он сделал всю нужную грязную работу, можно сказать, и уступил кому-то? Ну, не уступил, он делал под себя, но он проиграл, по сути, потом, а вот выборы Верховного Совета БССР это показали. Значит, всплывает фигура Игоря Горбунова. Он фактически возглавил республику, да, но на… Уроженец Оренбурга. Да, 41-го года рождения. Кончал на техническое училище, в Уфе учился, такое у него рабочее. Немного работал на производстве, но с 73-го года он на партийной работе. Такая классическая биография. Классическая биография, вот, и мы на прошлой передаче там тоже говорили, вот Марат Поречич нам объяснял, что это, значит, и сельское хозяйство, либо это рабочие, да, это всё классический вариант. Вот, но партия и авторитет партии к этому времени, ну, как лидеров общественного мнения, вот, членов партии, так скажем, партийной индуклатуры, он стал несколько снижаться. Потому, что перестройка давала себе знать, это уже разгар и даже завершение фактической перестройки. Были много общественных организаций, и зелёные уже начинали, да, мы об этом говорили, о поэкологическом, национальные движения, вот, они все действовали. Были инициативные группы, боялись строительства, значит, АЭС, атомной электростанции, против этого активно выступали. Ну, и в целом вот такие тезисы, как демократия, гласность активно звучали. Горбунов-то он из партии, фактически, да, но авторитет партии, как таковой, в данном случае падает. И вот мы посовещались вот с Дарьей, да, и, по сути, решили, что, наверное, отдельно по Горбунову не стоит делать передачу, потому что, ну, его роль во многом, ну, если не номинально, но не такая вот значительная. Просто хочется понять и прояснить, если мы даже не нашли про него так много информации, да, как нам бы хотелось, чем этот человек оказался столь привлекательным, или ему просто повезло в то время, как он возглавил республику? Там предполагалось, что там вот будут выборы Верховного Совета, предполагалось, что будет меняться конфигурация. Вы знаете, на что я обратила внимание? Вот весь наш цикл программ конфигурации власти про тех, кто возглавлял республику, они все были по национальности башкиры. Мы читаем биографию Горбунова, он русский. Русский, да, да. То есть, ну, было негласное правило, всё-таки республику там считалось, что... Для 90-го года это было уже нормально? Это как исключение. Вот, понимаете, это время было неопределённости. И понятно было, что, скорее всего, Горбунов надолго не возглавит. На самом деле, вот Игорь Горбунов сейчас ещё жив до сих пор, вот и мы ему, наверное, желаем здоровья всяческого. Мы, в принципе, можем с ним пообщаться ещё позднее, да. Но я могу сказать, что, скорее всего, это временная фигура, которая там определённое положение имеет. Было понятно, что фигура там первого секретаря ЦК партии Башкирской автономной социалистической республики, да, вот ту должность, которую занимал там, на самом деле, Шакиров, ту должность, которую занимал Нуреев, она не будет определяющей. Определяющей чётко стало понятно – это председатель Верховного Совета. Верховный Совет, надо понимать, это орган, по сути, ну, законодательный, да? Ну да, как сегодня у нас Курултай, Гособрания Республики. Как сегодня у нас Курултай, то есть намечалась конфигурация, при которой есть вот партия, да, первый секретарь, есть Верховный Совет и есть правительство. Вот три центра силы. Дмитрий, можно мне вопрос, чтобы понять, почему Верховный Совет в то время и выборы Верховного Совета были столь значимы? Потому что такая была, в принципе, структура властная, или потому что тот человек, который занимал должность главы, он был не очень авторитетен? Авторитет партии пошатнулся, прежде всего. Авторитет партии пошатнулся, и мы же понимаем, что в союзном уровне активно действует Ельцин. А Ельцин, вы знаете, его действия, он же в 1991 году, в августе, вообще запретил КПСС. Потом это решение было принято антиконституционным, ну, по сути, это действительно так. То есть, понятно, что доминирующая роль партии, да, это должна быть откорректирована, но чтобы просто… Вот пришли эти функционеры в свои рабочие кабинеты, им сказали, вот забирайте, значит, свои вещи личные и до свидания. Всё, работа прекращается. Вот. Авторитет партии пошатнулся. И мы вот, возвращаясь к этой конфигурации, правительство, это вот как мы и видели, опять же, нам говорил Мергозямов, да, что они работали по своей линии, у них своя траектория была, да, в принципе, экономическая политика и так далее. Но Верховный Совет и Президиум этого Верховного Совета, я могу сказать, там 11 человек было. Потом в августе 1991 года до 23 расширило. 11 человек – это очень влиятельные люди. И они вот, знаем же, что они фактически могли отменять распоряжение правительства, не утверждать у них отчёты и так далее. То есть, получилась ситуация, когда, ну, фактически, вот, если на современные, допустим, западные страны, то ключевой фигурой должна была стать, наверное, всё-таки премьер-министр, то есть, председатель правительства тогдашнего, да. Вот. Но Мергозямов, он в этом плане не активно участвовал в политической жизни, в принципе, он сосредоточился на экономике. С Рахимовым у него были неплохие, нормальные отношения. Но нам нужно только сказать, кто Рахимов был в тот момент. Или мы уже говорим о периоде, когда он стал председателем? Нет, нет, совершенно правильный вопрос. Рахимов в то время был директор, значит, нефтеперерабатывающего завода на НПЗ, да. Вот он до 1986 года, значит, но отдельно мы про него проговорим, естественно, его масштаб для республиканской политики, конечно, требует отдельной передачи. Но до 1986 года это главный инженер, и с 1986 года это вот руководитель, директор, значит, нефтеперерабатывающего завода. И в данный момент у Рахимова проявляется воля к власти. Ну, вот так говорить, если. Я не думаю, вот на самом деле забегая немножко вперёд или там рефлексируясь со стороны прожитого времени, да, уже минувшего, я не думаю, что у Рахимова тогда вот прям были чёткие амбиции возглавить республику, стать президентом. Тогда он двигался в сторону вот того, что, грубо говоря, стать, как сейчас Константин Борисович Толкачёв. С пикером. С пикером, да, да. Но понятно, что его роль тогда была важнее, но всё-таки Марат Порисович, я думаю, Мергозямов тогда был и влиятельный, и у него больше было рычагов и федеральной связи. Я читала интервью с ним тех лет примерно с Муртазой Рахимовым, и он там рассказывал, что его чуть ли не уговаривали принять участие в этих выборах, буквально там приехали к нему, мы говорили, всё, уйди с завода, пойдём к нам в политику. А он не очень-то этого и хотел. Ну, вот, я не знаю, понимаете, тут источники, вроде это источники тех лет, но там история может быть переписана, как мы узнаем из знаменитого чтения романов 84-й год и так далее. Я думаю, что, в принципе, он имел волю к власти, но аппетит у него пришёл во время еды. Давайте тогда о выборах конкретно поговорим. Вот, март 1990 года, выборы в Верховный Совет, мы уже вроде и поняли, что это действительно очень значимые были выборы. Альтернативные выборы. Как всё это проходило? Вот я человек молодой, и мне, честно говоря, трудно себе представить, похоже ли это было на то, что сейчас, или это совсем другое. Ну, выбирали-то, собственно, депутаты же, Верховный Совет, да, и три кандидата. Во-первых, Рахимов, вот, как вы говорили, его там кугорчинцы активно поддерживали и так далее, там есть источники, и сейчас они сохранились, да. Во-вторых, это вот всё-таки себя воспринимал фаворитом явно это Риф Гореев, который уже проявил себя, так скажем, на том, чтобы устранить Хабибуллина, по крайней мере, оттеснить. Вот, он достаточно авторитарный. И ещё был, значит, Стератамаки в Горкоме тоже, это Резяпов. Вот, вот три основных, скажем так, кандидата вступили в схватку. Тут и коалиции. Задолженность председателя. Задолженность председателя Верховного Совета Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Может быть, пару слов о тех депутатах, которые их выбирали, что это за люди были на этот момент? Ну, там мы говорили об этом, кто, там принцип какой был, из разных социальных групп, там, из села, из города, народные депутаты, да, тут в этом плане широкое количество. Ну, как сегодня госсобрание. Ну, сегодня, я думаю, что там, да, я думаю, да, там много директоров было, заводов и так далее, но более разбавленные, я думаю, так скажем, людьми, ну, активистами, деятелям профсоюзов и так далее, там, ну, похоже, да. Ну, по крайней мере, судьбой республики было решено, ну, доверено им. Я думаю, что Мергозямов имел априори преимущество над каждым из них, вот, но он не мог занять эту должность председателя Верховного Совета никак, потому что он был в правительстве. Правительство работает, как бы политика ни решалась, какую судьбу там не выбрали, какую конфигурацию бы, экономика должна была жить и так далее. И, в общем-то, по сути, Рахимов и Мергосямов договорились. Он заручился его поддержкой, это было… Рахимов заручился поддержкой премьер-министра на современный язык. Премьер-министра, да, можно, я думаю, на современный язык, собственно, для этого передачи и существует, чтобы вот показать, как было, ну, мы немножко осовремениваем, так скажем, да. И, соответственно, Рахимов стал фаворитом, значит, но в первом туре не завершилось, то есть, в первом туре достаточно количества голосов никто не набрал. Выборы состоялись 5-18 марта, вот, и, соответственно, в результате голосования Рахимов получил 125 голосов, в то время как Резьбаев, значит, первый секретарь Серитомахского горкома, Игореев, Уфимского горкома, первый секретарь тоже, соответственно, 59 и 32. Во втором туре Рахимов опередил Резьбаева. Дмитрий, объясните, пожалуйста, а почему не набрали нужное количество голосов? Кто-то отказался голосовать? Нет, ну, там было альтернативное голосование, там была борьба, позиции и так далее, то есть, там агитация была, и вы что думаете, Рахимов тоже ходил по этим депутатам и уговаривал их за себя проголосовать? Уговаривал кого-то, прямо именно вот так вот, что заручиться поддержкой. Во втором туре, в общем, я так понимаю, что голоса Гореева всё-таки ближе к Резьбаеву пошли, потому что Рахимов опередил Резьбаева на 28 голосов. Не такое большое уж тотальное преимущество. На выборах, допустим, президента в середине 90-х они прошли на первых, на вторых Рахимов получал гораздо больше. Единственное, когда он имел проблемы, и там реально был второй тур, это выборы 2003 года, но это известная история, в которой участвовали Сафин, Вермеенко. У вас есть примерное представление, как Рахимову, который до этого в политике особо никак себя не проявлял, удалось вдруг уговорить проголосовать за себя такое количество людей? Есть, и это свидетельствует, опять-таки, о ситуации, текущий момент. Прежде всего, опять же, мы повторюсь, коммунисты теряют влияние аппаратчики, точнее, аппаратчики номенклатуры, а директоры заводов, те, у которых базис есть, у которых есть производство, которые востребованы и так далее, там же как, у него целый кластер был, у него, допустим, НОНПЗ что представлял тогда? У них и свой отдел снабжения, там, допустим, и финскую сантехнику, и кроссовки какие-то, всё это вот, импорт и так далее, им всё это у них есть, было это. То есть, это как не то, что государство государство, но самодостаточная структура, и они жили получше, чем другие, допустим. То есть, если переводить на язык современных выборов, вот есть партии, у которых идеология, но денег нет на избирательную кампанию, а есть предприниматели, у которых много денег, и они вполне себе могут оплатить свою кампанию. Да, крупная промышленная группировка, по сути, да, и, соответственно, понятно, что когда экономика начала проседать, вот те, у кого базис экономический какой-то сохранился, они стали развиваться. А учитывая центробежные тенденции, там, то, что, допустим, Грузия, Прибалтика и так далее, номенклатура коммунистической партии, там, КПСС, она проседать начала. И, соответственно, вот это произошла реконфигурация, и не Рахимов, да кто-то другой, хотя вот мы видим, его конкурент – это портаппаратчики, по сути, да, но там, на самом деле, фигура ещё важная была – это Рафис Кадыров. Человек, который даже сегодня, в 2017 году о себе даёт. Конечно, да, вот Банк Восток коммерческий появился уже чуть позже, да, и так далее, вот это конкуренция. То есть, люди ресурсные, они стали более субъектные, а идеологическая составляющая отошла на второй план. Это следствие перестройки, и получается, Рахимов в конце марта 1990 года, он сконцентрировал в себе значительный объём власти, но власть у него была не единоличная, а коллекционная. То есть, там же члены Верховного Совета были, вот я сказал, 11 человек, то есть, 10 человек помимо него, но понятно, что переход от политики той, которая была, к публичной, он не мог быть без накладок. То есть, они не были такими хорошими ораторами многие, да, они, возможно, не умели пользоваться инструментами публичной политики, там, дипломатии и так далее, хотя люди были достаточно компетентные и авторитетные. И они учились по ходу боя, так скажем, да, вот по ходу действия они учились. И, соответственно, Рахимов, вот он как в коалиции, так скажем, умение договариваться, выстраивать нужные взаимоотношения с правительством, с Миргазямом уже у них антагонизм-то начался, явно проявился в 1992 году только, и потом Миргазямов ушёл, пришёл Копсов, да, и Копсов, откуда он взял председателя правительства, кстати, характерно, Копсов, да, то есть, фактически, ну, там, русский, будем говорить, из Башкир-Энерго, тоже ресурсного человека и так далее. То есть, Муртаза Рахимов в данном случае вот сконструировал значительный объём власти. Это у нас вот 90-й год. Значит, дальше... Я хочу поговорить всё-таки про статус председателя Верховного Совета и вообще о функционале этого Верховного Совета. Вот мы сегодня привыкли воспринимать законодательные органы как органы, которые проводят нужные для исполнительной власти законы. В то время было ли это таким же образом устроено или всё было по-другому? Нет, в том, вот именно по-другому, потому что, ещё раз, вот с точки зрения системного подхода, может, я говорю, немножко непонятно, да, но конфигурация вырисовывалась только. Там точка бифуркации это называется. Может быть, так будет, может быть, так и так далее. То есть, там творение процесса происходил, да, и, соответственно, Верховный Совет и его руководители, они дерзали, так скажем. Они могли строить под себя ситуацию. Сейчас всё устаканено, и мы говорили, да, что вот Госсобрание, ну, не имеет такого авторитета. Тогда нет. И Рахимову, вот, прежде всего, ему удалось подставить под свой контроль постепенно, не в 90-м году, и, наверное, в конце того, к 91-му или в 92-м даже, постепенно подставить под свой контроль правительство. И Миргазямову конкретно. И он его вынудил уйти. Но тогда, если возвращаемся к тем временам, что, какая у них миссия была? Ведь в обществе зреет недовольство, настроение бурлящие. Хотят, чтобы, что? Первое, это повысить статус республики до союзной. Это вот в 90-м году. Зачем? Потому что тогда считалось, что это будет рост благосостояния населения. Потому что считалось, что грузинские ССР живут лучше, условно, чем башкирские БССР. Почему? Потому что… У них там прав больше? Прав больше. Они больше денег могут себе оставлять. Значит, есть своя киностудия. Вот тогда это очень важно было. Культурная политика развивается. Для башкир – это национальное самосознание, прежде всего. Они хотели повысить свое самосознание. Но все остальные, все остальное население, хотя там неправильно говорить так, все остальное, но условно я разделяю, они тоже этого хотели. Все хотели, чтобы статус республики, у неё был мощный промышленный потенциал. Я уже это говорил, что она по промышленному потенциалу опережала практически всех, за исключением Казахстана, Узбекистана, Украины и Белоруссии. Это мощный, сейчас страны даже целые. И все хотели, чтобы это повысилось. Потом хотелось, чтобы экологических не было, неурядиц каких-то. И вот на этой волне Рахимов не мог её не аккумулировать. Мы же говорили, когда про Хабибуллина, что и Хабибуллин, когда пришёл к власти, он тоже заявил об этом повышении статуса. Это не то, что его авторство. С годами анализировать эти источники очень трудно определить, что является правильным, а что нет. Хотя даже мы прямо к источникам апеллируем, к газетам и так далее. И Рахимов должен был это учитывать. И это всё вышло в декларацию о суверенитете республики, государственном суверенитете. Прежде чем мы будем говорить об этой декларации, только задам вопрос. Политическая арена, что из себя тогда представляла, уже получается, ещё получается, Рахимов и Мергазямов не были антагонистами. Нет, мы не конфликтовали. У них, в принципе, да, выстраивалось отношение. Какие-то политические силы, политические движения партии, как мы сегодня говорим, заявляли о себе? Были ли какие-то соперники, противники у Рахимова на тот период? Нет, ну, явных противников прямо в массах он не был так ещё известен. Про него начали говорить, его, грубо говоря, подсвечивать. Конечно, понятно, что все знали, что есть НПЗ, нефтеперерабатывающий завод и так далее, многие знали. Но как политик он только начинал. Смотрите, формально, получается, у председателя Верховного Совета влияние и полномочий больше, чем у премьер-министра. Потому что они перед ним отчитывались, по сути. Да, именно так. Потому что президиум мог отменять какие-то решения. Решения, постановления. Совершенной власти. Совершенно верно. Но вот в народной среде кто воспринимался главнее? Ну, тогда изначально-то всегда говорили, как в народе, при Шакирове, при Нуриеве и так далее. Вот тут вот я, хотя мне там 9 лет уже было, я вот так сейчас не могу вспомнить, но явно не говорили, что при Горбунове. То есть, это была ситуация некоторой неопределённости, опять-таки. Но что касается общественных движений, национальные движения росли. Вот я говорил, Русь, Башкирское движение, значит, БНЦ, Урал и так далее. Вот эти организации, они развивались. Но задача Рахимова была, со временем он это чётко уяснил, получить средних сторонников. Прежде всего он сделал ставку на Башкирские национальные движения по силу своей этнической принадлежности. Но вопрос всё-таки о том, чтобы ему стать председателем Верховного Совета, решался вот в кругу вот тех людей, которые уже имели статус депутатов. То есть, это фактически среди элит. Я всё-таки предлагаю на этом нашу программу, наш выпуск, первую часть программы «Республика под властью Верховного Совета завершить». Мы подошли к важному документу, к Декларации о государственном суверенитете Башкортостана. Что это был за документ, как он принимался, почему принимался, мы разберём уже во второй части нашей программы. Я напомню, что вы слушали «Конфигурации власти». Меня зовут Дарья Кучеренко. Разбирались мы в событиях 1990 года в Республике Башкортостан вместе с политологом Дмитрием Михальниченко. Спасибо.